ДИКИЙ ЛАЙФ 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 А еще до войны. Вот какая история. Ну, давайте так. Есть же и обратная сторона. Насколько я понимаю, ответ дали 46% такой. То есть в инфопространстве можно подать информацию, что каждый второй, невзирая на войну, убежден в глубокой демократии, развивающейся в нашей стране. Знаете, в чем дело? Общество раскололось, по сути, пополам. И что бы мне там ни говорили по поводу социологии, правдива она или нет, но, по крайней мере, тренды она освещает верно. Понятно, что у всякой социологии есть заказчик, у всякой социологии есть так называемая магическая дизайн-погрешность. То есть давайте людям сразу скажем, первым делом ищите в социологии, где там получаете ее мелким шрифтом, а какая дизайн-погрешность. Если ее нет, социологию можете выкинуть в окно. Если она указана, тогда в таком случае вы знаете цифру, на которую нужно умножить любые показатели погрешности. И будете понимать, что это плюс-минус 10%. Но даже если плюс-минус 10-15%, нужно понимать, что от трети до половины, невзирая ни на что, в любом случае считают, что у нас все хорошо в этой жизни. И я думаю, что это главный и отрезвляющий душ для тех, кто... Ну, знаете как, давайте по-простому я вам расскажу один случай. Очень важная история. Вряд ли где-то на телеканалах ее или там в ютубах расскажут. Очень важная история о том, что, знаете, в детском садике говорили, не может отдельный индивидуум интегрировать общественное мнение. И мы так ходили, смеялись над этим выражением. Но очень многие из вас встречаются с людьми в очередях, встречаются где-то на парковках, встречаются в доме и так далее. И люди робчут, робчут, злятся, недовольны. Особенно эти отключения электрики и так далее. Создается, как мне кажется, ложное впечатление того, что все вокруг, значит, хотят каких-то перемен. Но на самом деле нет. И подобная вещь, я вам расскажу пример из моей практики, это когда работаешь на выборах с кандидатами. У них всегда есть либо муж, если это женщина, либо жена, если это мужчина, либо какой-то близкий друг, подруга, значит, которым доверяют, какой-нибудь астролог там, значит, как это, коуч какого-то там роста, значит. И кандидат вам ставит задачу, значит, сделать так, чтобы его все любили вокруг. Ну, или, по крайней мере, иллюзия, что его все любят. Вы начинаете создавать эту иллюзию, значит, но самое важное в этом всем деле первым отделить от кандидата его жену, мужа, там, подругу, там, и так далее, и так далее, потому что оценочное суждение этого человека будет формировать социологические данные кандидата, что будет в конечном итоге приводить к ошибке, систематической ошибке на выборах. Точно так же и здесь. Очень многие почему-то думают, что большинство уже доведено до ручки, уже все, значит, скоро крышку сорвет, и наступит, наконец-то, мир, справедливость и радость. Я вас расстрою, нет, не наступит. Потому что если вы посмотрите социологические страты, ну, это такие категории, скажем так, которые остались в Украине, вы увидите, что есть очень огромная категория людей, которые ранее были связаны с правоохранительной системой, с пограничниками, с армией, целая когорта бизнесов, которые когда-то где-то терлись рядом с армией и так далее. Они 20 лет стояли на очереди получить квартиру, никогда бы ее не получили. Заработные платы были всегда мизерными, ну, может, какие-то пайки где-то имели или еще что-то. Сегодня эта категория людей имеет все, начиная от квартир, заканчивая высокими заработными платами, бизнеса, бизнеса разделились. То есть, поскольку вся экономика стала военной, и все 100% денег бюджета идут через Министерство обороны, а у нас основная масса тендеров секретная, ну, потому что война все-таки, вот, тут им карты и повалило. И те, кто вдруг, ну, то есть другого больше нет. И, значит, все Минобороны и вся военка обросла бывшими бизнесами, ну, которые занимались где-то когда-то чем-то. И у них, поверьте, все хорошо и даже слаще, чем было в предыдущей жизни. Все их предприятия забронированы. Если вы имеете хороший доступ к Кабинету министров, будет забронирована и ваша, там, не знаю, строительная, производственная, околовоенная, волонтерская, что угодно. То есть, вы это получите. В результате мы получаем огромную вторую страту людей, ну, то есть третью, потому что вторая – это успешные бизнеса, которые приклеились к 100% военной экономике. Еще одна страта людей – это которые под бронью. Еще одна страта людей, которые не подпадают под действие закона. То есть, это или по возрасту, или по инвалидности. Ну, то есть, пребывая на социальных, так сказать, каких-то там условиях. Еще одна страта людей – это те, которые никогда в жизни ничего не имели, кроме тысячи гривен. И вдруг сегодня они имеют 700-600 евро или 800, уехав куда-нибудь в Германию и получив возможность стать уважаемым, так сказать, членом немецкого сообщества. Вот. И, естественно, никуда никто возвращаться не хочет. Вот. Соответственно, если вы все эти страты просуммируете, то вы увидите, что недовольными, скажем так, по сути, является только 20%, которых, ну, называют упослиджами. Это те, кто не имеет бизнеса, те, кто гонимы мобилизацией, ну, и люди, ну, грубо говоря, скажем так, которые не смогли уехать, да. Получается, что в обществе сформировался некий консенсус из 80%, образно, я могу ошибаться, пусть будет 70-60, неважно. Просто пропорция парэта 80 на 20. 80 – консенсус, которым, а давайте съедим эти 20, а потом трава не расти. Более того, власть этому потакает. И пока есть эти 20%, за счет кого можно пополнять собственный карман, бюджет, на ком можно сорвать свою ненависть. Ну, то есть это же до власти далеко добраться. Ну, ухилян-то он рядом, понимаете, в соседней квартире. А если у этого ухилян-то еще и квартира лучше, чем у вас, обязательно нужно написать кляузу, обязательно сдать. Понимаете, это же все как было в 30-каком-то году. И получился такой негласный, противный, отвратительный социально-общественный консенсус, о котором никто не хочет говорить и всем удобно винить власть, которая потакает этому. Консенсус в том, что давайте эти 20 дожрем. Вы коснулись с интересной темой. Это просто уместно, поэтому извините, что остановил вас. Вы знаете, что сейчас в Раде рассматривается или зарегистрирован законопроект относительно внесения возможности доносить на уклонистого дезертиров за деньги. Да. Там можно вламываться даже в квартиры нарушителей военного законодательства и со всеми вытекающими последствиями. Sorry, что перевел. Не-не, это я именно о нем и говорил. Вы абсолютно верно подметили. Это и есть этот проект закона. По сути, это, не знаю, 37-й год, да? То есть, когда все возмущаются справедливо, справедливо возмущаются товарищем Сталином, но никто не отвечает на вопрос, кто написал 4 миллиона доносов. Понимаете? И никто ни в одном эфире не хочет сказать, что власть является кривым зеркалом, в котором отражается, простите, оскотинившееся состояние народа. И да, эти 20% людей, которые, грубо говоря, гонимы страхом, они, по сути, отданы на пожирание этим 80% и власть довольна, потому что пока есть что пожрать, на власть не обращают внимания. Но есть одна интересная штука о пропорции Паретта, об этом тоже мало кто вам скажет, но это очень интересная философская вещь. Я, как социалист, это дело тоже исповедую. Значит, и тут принцип простой. Когда провели эксперимент в школе, взяли класс, просто обычный класс, в котором было 20% отличников и 80% неуспешных. Взяли отличников, отделили от этого класса, и таким образом 20% отличников стали 100% нового класса. Вы не поверите. Они неизбежно разложились на 20 на 80% успешных и неуспешных. К чему я это говорю? Потому что любое общество и любая правящая элита, ее стабильность, стабильность общества, правящие элиты, строятся на том, что они добровольно содержат и любят, холят и лелеят эти 80% якобы неуспешных. Потому что когда их дожрать, неизбежно внутри начнется разложение на 20 на 80 и внутренняя жратва. И так же и общество не понимает, что если их сегодня 80% и когда-нибудь они дожрут эти 20 несчастных, ну эти остаются там полтора, два, три миллиона, когда-нибудь их добьют и дожрут. И сгонят или сгноят. А что дальше? А дальше наступит неизбежно. Вот, собственно говоря, в чем глубокая философская, так сказать, суть и смысл этого опроса и в чем его трагедия. Хотя, конечно же, многие на поверхности видят исключительно, что вот каждый второй против власти. Ну да, это на поверхности. Но то, что под водой, значительно страшнее того, что на поверхности. Хорошо, тогда я задам прямой вопрос. Как аналитик, как человек, когда вот вы созерцаете все процессы, вы всегда были небезразличны к ситуации, мне это очень важно. А правильным путем идет Украина в последнее время? Понимаете, бывает ли правильным? Правильным бывает глиссада, если самолет идет на посадку. Есть такое понятие глиссада. Это схема захода на посадку. А когда он камнем летит вниз, судить о правильности сложно. Особенно, когда пациент пролетает с 20 этажа, пролетает второй с вопросом, что делать. Ну, а вы на втором этаже покуриваете сигарету. Сложно сказать, что делать. Это правильный, мне кажется, ответ. Вот откровенно вам скажу. Я где-то так это все и вижу, по причине того, что я созерцаю принятие решений, достаточно неадекватных. Более того, поведение первых лиц. Я хотел бы об этом поговорить. Но даже что касается саммита мира. Давайте вот по саммиту немножечко позже, а по именно мотивации поведения Зеленского, о его ярких каких-то странных заявлениях. Более того, прямых конфронтационных заявлениях, что следует из этого, как бы мы видим. Уже и Китай там отреагировал. Вот скажите, вот эта линия поведения, она адекватная ситуация или это какие-то акты отчаяния? Понимаете, в чем дело? Я не вижу здесь актов отчаяния. Хотя 90% критично настроенных аналитиков скажут, что они в этом видят 100% актов отчаяния. Я 100% вижу совершенно другое. Я вижу 100% абсолютнейшей уверенности в себе. Вы когда-нибудь в детстве за гаражами в Секу играли? Да, конечно. И я играл. Но так вот это и есть игра в Секу. То есть, когда вы ощущаете полную уверенность в том, что вы способны поставить на растяжку любого игрока и на слабо сыграть. Тупо на слабо. То есть, вы прекрасно понимаете, что тот же Байден в слабой позиции, ибо он идет на выборы. Вы прекрасно понимаете, что преследуя интересы Соединенных Штатов, Байден делает то, что он делает по отношению к Украине, войне и так далее. Вы это все прекрасно знаете. У вас есть какие-то закуличные разговоры с ним закрыты. И вдруг на каком-нибудь международном форуме вы выходите и говорите, значит, спасибо, что вы помогаете нам его делать. И все, кто приезжают на форум, это за мир. И только попробуй скажи, что-нибудь не так. Так оно и есть. Но есть отдельные страны, которые не хотят ехать на форум. Значит, они против мира. И я вам укажу, кто это. Это Китай и США. И тоже не поспоришь. Потому что если те за мир, то другие против. Правильно? И все. Опачки. Понимаете, в чем дело? И тогда нужно, чтобы что делать? Пас на Байдена. Байдену нужно что сделать? Срефлексировать. Так он и срефлексировал. Он же дал интервью журналу «Тайм», насколько я помню. Да, да, да. Он срефлексировал. Достаточно жестко срефлексировал. Жестко, да. Жестко. Значит, в этом интервью журналу «Тайм» что сказал уважаемый Байден? Он сказал, Украина в НАТО не будет. Не будет. Так это было понятно еще с распада СССР. Всем адекватным было понятно. А можете мне сказать, а что тогда происходит в третий год у нас и ради чего? Что, что, простите, или кого мы защищаем? Ради чего? То есть Байден просто взял и перечеркнул все три года. Тупо раз, все. Все. Более того, некий Чаплыга взял, вылез на каком-то YouTube-канале. Говорит, вы знаете, я понял стратегический план русских. Они восстанавливают УССР 2.0, ой, СССР 2.0 через условное переучреждение Украины под условным названием УССР. И давай все 10 дней, значит, помои выливать на Чаплыгу фантазера. Вылазит Байден, говорит, да, если мы тут, не дай бог, что-нибудь просрем, то, собственно говоря, русские восстановят СССР. И все, а, так это не чертой, это Байден тупой. Ну, конечно, да. С утра Байден это партнер, дякую ему, ну, знаете, дякую ему, там пакет помощи, якийсь передают за тебе. В обед, в обед Байден тупой, а вечером у них Байден зрадник, потому что про НАТО говорит. И так по кругу. Ну, амебы, ну, что я могу сказать? Это ж мы, ну, логика амеб. И ничего, три года, нормально эта логика развивается, и живет. А вы спрашиваете, в каком русле движется страна? В каком? В таком, понимаете? В таком. Так это понятно, кстати. На самом деле, как будет себя вести США, ну, вот, когда это все начиналось. Я и вы, я думаю, абсолютно моделировали эту ситуацию и как бы допускали. Но, с другой стороны, если бы власть настолько не зависела от вот этих вот подачек с АТБ, не хочу обвинить ни в чем АТБ, АТБ это отдельная история, это не реклама. Наоборот, реклама, нормальный магазин. Да, 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 да. Я не против. Мы зависим от этих, как бы, дотаций, и, соответственно, хотим, не хотим, но нужно засовывать голову в песок. Вот в чем смысл. Да, да, да. Вы же знаете, что чем глубже голова в песке, тем выше попа для удобства пользы. Да, ну, я об этом и говорю. Да, оно так и есть. Но только пока что, я вам скажу так, вот еще раз, оставьте иллюзии о том, что Зеленский слаб, или что он в панике, или что-то еще, это иллюзии. Он в абсолютной форме и прекрасно играет в Секу за гаражом. С ними всеми. Причем нормас играет. Кто не играет с ним в Секу, не играет Китай. Вот он не играет в эту Секу. Китаю, если что не нравится, он не рефлексирует. Он молча делает. Понимаете? Вот. Был там же наезд повторный на Китай. Что он там гадит, значит, не дает это форум собрать. Отговаривает страны юга приехать на форум. Отговаривает страны, да. Выходит Китай, и абсолютно, значит, он как это, как, знаете, как заводной. И начинает повторять в 17-й раз свою фразу. У нас есть, значит, наш там план. Его поддержало более 20 стран. Мы страна, которая не подливает масла в огонь. Наша позиция известна давно. Мы за мир во всем мире. Все, точка. И вообще никуда не власть. А когда Китаю надо влезть, знаете, что он сказал? Он говорит, и вообще мы являемся крупнейшим торговым партнером Украины. На что бы мог намекнуть Китай? М? В этом контексте. М? И Китай не играет. А вот товарищи Байден и все, а Байден это же верхушка, знаете, когда вот эти все ниточки связаны, это все либеральные системы транснациональные, дернул Байдена, дернулись все, начиная от Берлянина, заканчивая всеми. Понимаете? И вот и понеслась эта игра. И он играет очень профессионально. Тут возникает только другой вопрос. Как долго ему будет позволять это играть? Потому что, понимаете, в чем дело? Ниточку могут обрезать. Причем быстро. Вот. И внезапно. Точнее, даже не быстро, а внезапно. Вот. Быстро делает Китай, а эти делают внезапно. И в этом вся опасность. Видимо, исходя из этой опасности, залеты самолета дальше Жешева и Люблина не происходят. Понимаете? Вот. Да, Михаил, но если мы смотрим вот на события, и как реагируют, или как комментируют, или как подает свою позицию Зеленский, и мы говорим о Соединенных Штатах Америки, меня, например, очень сильно удивило, когда он пошел в Аббанк и сказал о том, что если, значит, Трамп будет исповедовать то, что исповедует, и там будет говорить о прекращении войны на каких-то условиях, в первую очередь на российский, то он будет лузером. Вот это меня беспокоит, потому что, мне кажется, не стоит так резко бросаться, да, словами, пока что. А понимаете, в чем дело? А что уже тут это? С сентября начинается, поймите, дальше идут события, которые уже, ну, то есть все, это пролетаем второй этаж. Ну, давайте я вам смоделирую события, потому что уже тянуть дальше некуда, и можно, в принципе, уже начинать Байдену говорить все как есть. Решение Конституционного Суда по поводу трактовки Конституции, поскольку мы впервые столкнулись с ситуацией пролонгирования полномочий президента без избрания нового, то есть исполняет обязанности до избрания нового, нового не избрано, это впервые в истории, и второе, это пролонгирование, само пролонгирование более пяти лет, это впервые в истории. Итого два события впервые в истории, которые выходят за межи Конституции, я не говорю правового поля, потому что в свое время монобильщисть смогла не только избрать в полном составе, грубо говоря, в большинстве своем собрать ЦВК, но и внести изменения в законодательство, где в законах можно прописать все, что хочешь. Там трава будет расти под углом 45 градусов и это считать, 45 градусов считать там 90 градусов и так далее. То есть можно прописать все, что хочешь. Решение Конституционного суда есть? Его нет. Но есть за 2014 год, которая была татожна ситуацией, которая сейчас. Не совсем татожна, но выводы сделали, ну то есть вопрос касался другого, но выводы, да, выводы касаются. Да, выводы по теме, по теме сегодняшнего дня, кстати. Да, есть, оно вполне аппликабельно, поскольку решение Конституционного суда, я джерелом право. Да. Абсолютно правильно. Но, но, а теперь мы попали в идиотскую ситуацию. Понимаете, в чем дело? Надо было обратиться в Конституционный суд, очевидно, до 21 мая. Обращения не было. Может ли теперь президент обратиться в Конституционный суд? Я думаю, нет. По одной простой причине, что если он обращается с вопросом о спорности, да, то само принятие такого обращения к рассмотрению автоматически будет признанием его права по Конституции обратиться. Ну, то есть, он не может. Депутаты, естественно, не обратятся. Почему? Потому что они в той же ситуации. Дело в том, что у них тоже мандат пятилетний. И он заканчивается 28 августа индивидуально у каждого. Понимаете? Индивидуально у каждого депутата, а их там 400 с чем-то, заканчивается пятилетний мандат 28 августа. Для того, чтобы, согласно Конституции, продлевать свою жизнь, как парламента, им необходимо сделать что? Им нужно точно так же постоянно продлевать военное положение. Все. Иначе никак. А это? Это рождает что? Конфликт интересов. Есть такое понятие. Да? То есть, если я продлеваю военное положение просто, это одна ситуация. А когда от продления военного положения зависит моя сытость, это другая ситуация. Это называется конфликт интересов. А теперь возникает вопрос. А кто должен внести? А что они будут голосовать? Понимаете? А 29 августа, оно всегда следует за 28. Понимаете? И одна ситуация плодит другую. Другая третью, четвертую и так далее. Понимаете? Таким образом, таким образом, с 29 числа в условиях отсутствия решения Конституционного суда, я бы, например, не взял на себя, так сказать, такую юридическую сторону оценивать конституционность того или иного события. Да? Или того или иного положения вещей. С другой стороны, именно в сентябре начинается формальная и активная стадия избирательной кампании в США. Понимаете? Именно под этот сентябрь, именно под это начало, выходит некий товарищ Транс, о господи боже, Байден. И что он говорит? Он говорит, его спрашивают журналисты, говорят, не считаете ли вы, прям в лоб берут, вот так и спрашивают, не считаете ли вы, что товарищ Нитаньягу в Израиле затягивает войну и хочет ее сделать вечно, потому что под предлогом войны он пролонгирует свои полномочия? Знаете, что отвечает Байден? Он говорит, ну я не знаю, но глядя со стороны, другие люди в Израиле могли бы справедливо сделать такой вывод. Ну да, подогревает, подогревает. Потом выходит Байден и говорит очень важную вещь. Он говорит, ключевое – это концепция сосуществования двух государств. Это ключ всего. И говорит, что надо заключить сделку о мире на условиях двух государств. И говорит, что тот, кто это не сделает, намекает или прямо по сути, говорит, что он действует против интересов Израиля, мира, США, отдельно взятого Байдена, и таким образом под прикрытием войны пролонгирует свою власть. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а как так получилось, что в зеркальной ситуации мнение Байдена другое? Как так вышло? По Израилю вот так, а по Украине не так. Как так получилось? Неизвестно, да? Но говорят, что мнение у него то же самое по Украине. И он его просто не озвучивает публично, потому что теперь, после двух с чем-то лет, публичной риторики, изменить свою позицию в публичной плоскости, как он это сделал по Израилю, было бы очень катастрофично. Поэтому, продолжая риторику, ту, которую он продолжает, за закрытыми дверями ходят такие слухи, злые языки клевещут, что принуждают. Принуждают. То денег не дают, то оружие медленно поставляется, то не то, что нужно, то не в том объеме. И так далее, и так далее. Намекая на то, что, собственно говоря, тему надо закрывать. Причем закрыть ее где-то в районе сентября. А можно я добавлю, Михаил? Вот, кстати, по этой теме, она же так муссируется активно, вы же знаете. Там даже есть дополнение. Там якобы уже прямо говорили о том, что нужно организовывать выборы. А Зеленский якобы сказал о том, что уйти он не может по причине того, что если он уйдет в такой ситуации, в стране может быть конфликт. Я понимаю, но конфликт внутри будет всегда, потому что так пишет учебник. Всегда после войны, неважно, кто победил, кто проиграл, всегда у сторон войны, внутри после войны возникает внутренний конфликт. Но я в данной ситуации говорю о том, что он использует якобы этот аргумент. Он этот аргумент использует. Да, ему намекнули, тоже тонкая серия, когда народ Украины решит, тогда выборы и будут. Не власть, а народ Украины. Сложно сказать, кто такой народ Украины, каким механизмом он должен решить, но намек очень жирный, скажем прямо. А это соответствует правде или нет, Михаил? Так он выступал в КПИ. То есть это его слова в КПИ перед студентами. Конечно, правда. Теперь идем дальше. Говорят, что он за кулисами, Байден говорит одно и действует, а публично другое. В этом и кроется сила Зеленского. Потому что то, что вы говорите и делаете за кулисами, вы не можете повторить в публичной плоскости. Выходит Зеленский и говорит, ну видите, Байден сказал до последнего. Байден, а ну давай. Если ты сказал до последнего. Где оружие, где там то, где все. А дальше наступает то, что я считаю, знаете как, ну давайте проанализируем события, которые мало кто анализировал. Значит, смотрите. Вояж, судя по данным, сейчас я проверю эти данные. Значит, зарубежный вояж начался 27 мая 1924 года Краков Интернешнл, Жешу, Есенка. 27 мая Жешу, Есенка, Бархас, Мадрид. Значит, начался визит 27 мая. Такой длительный, затяжной. Начался визит. Именно с этих чисел, именно где-то в районе 27 мая, началась массовая интересная кампания. Значит, представьте себе, что бьются двое. Такой здоровый бандюга. Значит, и у него на плече дубина. Понимаете, в чем дело? Паралоновая она, пластмассовая или реальная. Об этом неизвестно. Ну, есть некая общая договоренность, что сторон, что все признают, что это дубина настоящая. Но настоящая она или нет, не знает никто. Уже 30 лет как никто не знает. 30 лет. Она у него на плече лежит, и он, значит, одной рукой матузит пацаненка. Рядом, значит, стоит болеющая толпа, которая говорит, не-не-не-не-не, с ним мы драться не хотим, нехрен надо еще, блин, один удар, значит, четыре дырки. Вот. А давайте вот уже раз пацаненок с ним дерется, давайте мы будем болеть за пацаненка. Пацаненок, ты сильный, ты сильный, давай, давай. Так, чтобы ему такого дать. Ну, так, чтобы как-то подольше это длилось. А давайте дадим ему, давайте дадим ему рогатку. Такую детскую игрушечную рогатку, чтобы он, наверное, на скобочке такие, чтобы он по медведику пострелял, значит, скобочками там. Ну, чтобы. Палочку дадим, чтобы он в попе ему там хорошо пожужжал. Вот. Как-то так это выглядит. Они бегают все, и тут на каком-то этапе, вся их риторика резко меняется. Резко. Где-то вот с 27-го числа они начинают вдруг все говорить, что мы теперь дадим в руки мальчику не рогатку, а мы дадим ему, ну, что бы там мы ему дали, электрошокер. И позволим этим электрошокерам не только в глаз засунуть медведя, но и по вторичным, первичным половым органам. Понимаете? А ведь раньше так не говорили. И вдруг все наперебой, все, приблизительно в этих числах, о, малой со школы идет, вот, и вдруг все в эти числа начинают, начинают рассказывать про то, что они это вдруг дадут, причем они это, они не то, что дают, они бегают вокруг и громко кричат это в адрес медведя. Понимаете? Ну, или этого бандита с этой дубиной, да? Более того, вторая часть марлезонского балета, они начинают бегать и насмехаться над этим бандитом. они начинают орать громче всех, что твоя дубина не настоящая, а на том, что есть взаимное доверие, ну, или взаимная договоренность джентльменов, о том, что бандит верит, что дубины других настоящие, а они верят, что у него настоящие. Ну, так договорились, потому что иначе нужно проводить испытания дубин, правильно? Потому что, если вы не проведете испытания дубин, то чем вы докажете, что дубина ваша настоящая? Понимаете? И так 30 лет. И вдруг они начинают разрубать, разрубать это джентльменское соглашение и говорить, что все, как это, вскрываемся, все как поиграли, вскрываемся, карта, а ну давай, шо у тебя там. Понимаете? И получается растяжка. Ты либо этой дубиной покажешь ее реальность, либо либо ты проиграл геостратегический диалог. Полностью. Без вариантов. И вдруг это все начинается на фоне затянувшегося визита с 27 мая, ну, по сути, по сегодняшний день. Завтра продолжение марлезонского балета вылет во Францию поговорить с Макромом. Ну, а дальше Г7 еще непонятно, что там будет, а дальше этот саммит, ну и так далее. То есть, получается, на этот период времени, именно после 21 мая, начинается длинный визит, а в это время включаются два флажка. Флажок первый. публичное заявление о том, что мы дадим электрошокер бить, простите, по яйцам этому товарищу, значит, чего не делали ранее. И второй голос, а у тебя дубина не настоящая. Удивительное совпадение, да, и все это спрессовалось в 10 дней. Такого никогда не было. В 10 дней прессован. Я вам скажу, к чему идет. У меня есть такое подозрение. Это, ну, формулировка, я думаю, что она аналогично вытекает из логики 29 августа и логики того, как я вижу стратегический план России. То есть, если они ставят цели выше, чем мы себе можем представить, а именно переустановку некого государства под видом УССР с целью воссоздания СССР 2.0, что, собственно, очевидно уже даже для Байдена, то в таком случае им необходимо дождаться момента выхода абсолютного за конституционное поле без возможности туда вернуться. Потому что есть такие выходы за конституционное поле, когда не остается точки входа. То есть, уже невозможно. Не будет того органа, который может восстановить. То есть, уже все. Такая точка будет 29 августа. Соответственно, представим себе 1 сентября 39 это я случайно вспомнил, да? То, что 1 сентября было, да? Да. 1 сентября началась Первая мировая война. Вторая, да. Вторая, простите, Вторая мировая война в 20 веке. Да. 1 сентября. Удивительное совпадение. Все совпадения случайно. Если вы понимаете, что русские под это дело готовят нечто очень грандиозное, нечто очень грандиозное, значительно выходящее далеко за рамки вашего скудного представления о том, что вложив, грубо говоря, деньги на яхту стоимостью в миллион, вдруг кто-то остановится на игрушечном кораблике стоимостью в 100 долларов. То есть, по факту на сейчас. А тогда возникает следующий вопрос. А что делать? Значит, ну, противостоять этому вы не сможете в том виде, как есть. Значит, в таком случае нужно делать следующий ход. И это логично, скажет вам любой аналитик. Вам необходимо спровоцировать противника на это действие до того, как он будет к нему готов. То есть, на 2-3 месяца раньше. То есть, чтобы он пошел на него не готов. В таком случае он будет в рефлексивной позиции, а поскольку вы выступили с провоцированием, а он срефлексировал, далее вы будете ведущим, а он ведомым. Это очень мудрый ход. С другой стороны, если не удастся спровоцировать, то то, чем вы провоцируете приданное в руки, то есть, грубо говоря, электрошокер, позволит, как минимум, оттянуть ситуацию или не дать ее реализовать в том виде, в котором планировать. То есть, оба варианта, в принципе, позитивные. Для играющей стороны, ну, против России. И у меня такое сложилось впечатление, что именно этим товарищи заняты до сих пор. Но что-то пошло не так, и пока что этого провокация пока что не сработала. Но я думаю, что на этом не остановится. Дело в общем. Дело в том, что других вариантов по большому счету нет. потому что нужно быть абсолютно наивным, полагать, что если винтовка висит на стене, то она исключительно для элемента декора. Для элемента декора, мои друзья, не проводят два субкритических ядерных испытания в Неваде, не запускают Minitman 3, не проводят испытания МБР во Франции, не проводят натурные подчеркиваю учения ТАО и не проводят электронные пуски с выходом на пусковые позиции авиации НАТО под границами России. Перед этим не проводят полное учение всей ядерной триады. Поэтому, а, и кстати, не перемещают Б-52 в Британию. То есть, не все так просто в этом мире, мои друзья. Одна беда, что те, кто бегают и насмехаются над дубиной, рассказывая о том, что она, скорее всего, пластмассовая или ржавая, они прекрасно отдают себе отчет, что эта дубина опустится не на их голову. Но тут же тоже вариант победный в любом случае. Если она опустилась на голову мальчика, грубо говоря, которого не поддерживали, все тут же коллективно осудят. Ну, сразу, опа, изгой родился. Мы же этого хотели, правда? Смотрите, изгой родился, отлично, для нас это отлично. Мальчика нет, ну, собственно говоря, нет, так нет. Понимаете? Очень хорошо для выборов Байдена. Отлично. Отлично. Чего и добивались. Смотрите, все выигрыши везде. Понимаете? При любых раскладах все выигрыши. Я только не могу посчитать выигрыш Украины в этих всех раскладах уже третий год. Это пока действительно незаметно даже вооруженным взглядом. Нигде. Ну, вот я вам все тактики и стратегии, они совпадают по моментам. Более того, я вам скажу, зря вы не, ну, многие зря упустили из виду Олимпиаду. Она как раз попадает на критические моменты, ну, скажем так, расчетные критические моменты. Все внимание будет там. И есть такая дурная традиция, вместо того, чтобы остановить войны во всем мире во время Олимпиады, именно под их сенью проводятся всякие гадости. Ну, вот как-то приблизительно так себе я это дело вижу. Михаил, хорошо, тогда абсолютно логично. Мне очень трудно вам возразить, потому что в какой-то степени я рисую для себя такую картину развития ситуации, но у меня есть вопрос. Смотрите, какая риторика, да, Сулкенберг системно говорит, что нет опасности, никто там, значит, об этом не думает, потому что прямой угрозы нет. Далее. Недавно Байден тоже изрекал мысли о том, что как бы нет причин для серьезной конфронтации, кроме словесной, конечно, с Россией. но в это же время все активно готовятся, потому что понимают, что демонстрирует Россия, что говорит Китай, и, в общем-то, даже созерцаю те заявления, приблизительно, которые изрекает Медведев, да, там он открыто об этом говорит. Но здесь возникает тоже вопрос, который меня, ну, наверное, в какой-то степени, я считаю его логичным, значит, ядерное оружие, в случае, если его все-таки решат использовать, ну, просто представим такую смоделируемую ситуацию, есть группа экспертов, которые говорят, что с целью упреждения это оружие может быть использовано на территории сейчас проведения военных действий, и это будет, как бы, элементом, элементом игры мускулов, да, и запугивания, да, и дальше дело, как бы, не пойдет. Другие же говорят наоборот, что как раз могут малые страны, там, Евросоюза, попасть под эту историю, и таким образом, в общем-то, начнется тот ужас, который не имеет конца никакого, никто не останется выигрышем. До этого специально подогревают атмосферу? Это типа а-ля Карибский кризис-2 или что происходит? Да, скорее всего, ну, потому что нужно быть совершенно наивным пони, для того, чтобы не понимать, что если переговоры какие-либо и будут, то они будут исключительно между Россией и США. То есть, поднимают настолько высоко ставки, да, чтобы потом плавно или моментально перейти к переговорному процессу, но это должен быть критический уровень. Да, да, именно поэтому в апреле 2022 года я вывел понятие стресс и катарсис, потому что никак без стресса не перейти на более высокий энергетический уровень. Ну, то есть, хорошо, вот, в ядерной физике, да, электроны летают по своим орбитам энергетическим. Переход электрона с одной орбиты на другую называется квантовый скачок. То есть, нужно совершить этот квантовый скачок. Он совершается с выделением света, там, там, и так далее, и так далее, спусканием света. То есть, это, ну, так устроена природа. Передать с одного уровня на более высокий возможно только через этот квантовый скачок. Больше никак. Поэтому я вывел такое понятие, как стресс и катарсис. Стресс – это внешнее, катарсис – это отдача внутренней. То есть, то, что происходит внутри при стрессе внешнем. Как это будет? Обязательно ли это должно быть ТИО? Нет, не обязательно. Какие могут быть варианты? Варианты могут быть, я думаю, что перед ТИО будет использовано совершенно другое. Будет попытка рассечения страны по мостам. Вот, собственно говоря, тут, как бы, это и не ТИО, но это критично. Я думаю, что, скорее всего, они ее предпримут. И более того, действия, которые предпринимала Россия буквально на днях в Запорожье, они говорят именно об этом. Потому что били они по развязкам на Днепрогессе. Понимаете? А через тот мост, который еще один, через него сильно ты военную технику не потягаешь. Потому что не надо было меньше денег тырить на его строительство. Понимаете? Понятно, мне сказали, что есть другие, сколько там этих мостов и так далее. Все, еще раз даже спорить с этим не хочу, я просто говорю в большом пределе. Да, скорее всего, что есть перед ТИО есть несколько ступеней. Ступень энергетики полного блэкаута, ступень мостов, ступень средств связи и так далее. То есть, есть много ступеней. Потом, возможно, возможно, потом ТИО. Но, есть и другая концепция. Концепция того, что ТИО в любом случае, в любом, по итогу должно быть применено. Потому что рассечение мостов и все остальное, оно ничего не решит. Значит, смотрите, давайте анализировать заявление, которое сделало США и ФРГ. Это ключевые заявления. Оказалось, и это официальное заявление ФРГ, что, оказывается, никогда ФРГ не запрещало нам использовать их оружие в целях самозащиты для сбития военных целей на территории России. Для меня это было откровение, потому что непонятно, не когда это когда. То есть, это откровение. США, которые сказали, да, мы точечно разрешаем в целях защиты Харькова, мы разрешаем применять. И оно было сразу же применено. Сразу же. Говорят, что С-300 уже меньше летают, и в этом есть огромный позитив. Ну, не знаю, правда это или нет, но, по крайней мере, так говорят. Это определенный градус новый поднятие, так сказать, в этой кастрюльке, где варят лягушку. Дело в том, что удары по критической инфраструктуре и по мостам не поднимут градус до кипения и не смогут передать это, ну, как бы, передать энергию на более высокий уровень. Но нужно в конечном итоге в большом пределе нужно понимать, что единственные переговоры, которые могут быть не про Украину. Они могут быть только про так называемую интегральную, ее по-разному называют, или неделимую, или интегральную, разные термины есть, систему безопасности, включающую в себя геостратегическую безопасность и безопасность в Европе. Американцы хотят только геостратегию, русские хотят интегральную, но в конечном итоге это, только это может стать предметом переговоров, и этот предмет переговоров будет исключительно между РФ и США, более никак. Все остальное это иллюзии, детские полюции, простите, поэтому по-другому не будет. Для того, чтобы это осуществить, необходим стресс. Нравится это кому-то или нет. Причем серьезно, по-другому тоже никак. Что может быть стрессом? Скорее всего, что все ждут этих F-16, потому что другое стрессом не будет. Либо, либо должно произойти нечто в Крыму, и судя по всему, оно скоро произойдет, нечто, что подвигнет на первые ступени перед применением тел, которые были описаны ранее. мы можем пасть жертвой в этом все, мы можем пасть жертвой так называемого эффекта выжившего. Знаете, что такое эффект выжившего? Я думаю, вы знаете, зрители, наверное, не знают, да? Эффект выжившего это когда во Вторую мировую войну один венгерский математик, работавший с Соединенными Штатами, его попросили проанализировать, какие части самолетов необходимо укрепить, вылетали американские самолеты, возвращались дырявыми пострелянными, и его спросили, какие части самолетов нужно укрепить, чтобы больше возвращалось самолетов на базу. Он проанализировал распределение этих дырок в самолетах, по фюзеляжу, по баку, по двигателю и так далее, и логично, первая рефлекторная мысль, нужно укрепить туда, где дырки, где дырки были, надо укреплять. А он сказал обратно и вывел эту известную вещь, теперь известная как ошибка выжившего. Он говорит, нет, укреплять нужно те места самолетов, которые не попали, которые прилетели самолеты, и вот где у них целые места, вот там нужно укреплять. Говорит, почему? Говорит, потому что те самолеты, куда попали, они не вернулись. Поэтому укреплять надо именно это. К чему я привел этот пример? Потому что следующим примером будет теннис. Это когда, уже мне в чате это показали, красивое видео, это когда выигрывает теннисист не тот, который крутит там, что-то там, свечи какие-то запускает, подрезает там, а тот, кто методично гоняет по углам противника. Что такое углы противника? Значит, у нас с одной стороны суммы Харьков, по центру, по сути, то образом, час авьяр, и запорожье. Три точки. При этом мы понимаем, что ключевая точка для пролома, им нужна час авьяр, покрова, час авьяр. Что происходит? Начинается гоняние по углам. Значит, они устраивают провокацию под Харьковом, хотя я сразу сказал, что в лучшем случае они сделают плацдарм, они не будут ничего, кроме плацдарма, ибо это первый этап подготовки. Они делают плацдарм, поскольку это вызывает политические крики в дипломатических кругах, в политических кругах у нас, это становится темой номер один и так далее, и так далее, формирует политическое давление. Что делаем мы? Мы снимаем боеспособные бригады и, знаете, как теннисист, гоняет по углам, и мы гоним их туда, в этот угол. Потом, поскольку снежный ком уже набирает обороты, далее, фокус внимания, разрешается стрелять по русским именно там. То есть, грубо говоря, для защиты Харькова. То есть, весь фокус уходит туда. А в это время что делают русские? А в это время русские передают привет из-под Запорожья. Кстати, а новостей-то особо оттуда и нет. А когда в новости про Часов Яру в последний раз слышали, начинается вот такая вот штука, понимаете, с целью пролома по центру. А если вдруг рассечь Запорожье, а ведь именно по развязкам на Днепрогресс они начали прицеливаться. Понимаете? К чему я веду? Я веду к тому, что дальше что следующий этап? Дальше США разрешают из Запорожья бить по русским? Куда бить? По Крыму? По куда бить? Непонятно, что они могут разрешить оттуда? Понимаете? Тогда нужно будет нечто повышающее градус сразу на несколько ступеней. Тогда необходим удар, стратегический удар по Крыму. А кто вам сказал, что в Крыму нет ТО? Вы уверены? А если в Крыму есть ТО? А если удар будет оттуда, мы упираемся в очень хитрую штуку? Крым это Украина. Никто не спорит, слава Богу. Но по решению Европейского суда по правам человека, эта часть территории Украины находится под эффективным контролем России. Так это называется в решении. Возникнет стратегическая неопределенность, как говорит товарищ Макрон. Равно как стратегическая неопределенность наличия в Крыму КАО. Понимаете? Следующий этап. То есть, я вам показываю, как эта растяжка, как она будет играть. То есть, туда пошли, оттянулись, растянули войска. разрешение повышения градуса идет там. Потом раз переключение на Запорожье, оттуда что разрешить, следующий этап это разрешит только Крым. И не зря там летают беспилотники сейчас. А следующий этап после этого. И таким образом мы за несколько месяцев, а может быть даже за один, мы перескакиваем сразу несколько ступеней перед ТО. И эти ступени аккурат заканчиваются тогда, когда, судя по графику, нам должны поступить. Кто? Ф-16. Есть у них ракеты, нет у них ракет. Это уже десятый вопрос. Поступает Ф-16. А вот это уже является ясным знаком того, что можно. Потому что тогда смогут пояснить и белорусы, и русские своим африканским и другим партнерам, что, почему и как. А другие их не интересуют. В общем, как-то... Михаил, когда возникает вопрос, прочитав эту всю картину, которую вы описали, Запад просчитывает вот эти модели, он понимает, к чему это может привести, как к этому относится Украина, или она сейчас находится только в том положении, что давайте, давайте, мы будем решать свои проблемы по мере поступления, а вот что касается Тяо, сейчас для Украины на втором плане. Я правильно вас понимаю? Понимаете, в чем дело? Я бы не хотел никого пугать этим Тяо, понимаете, Тяо, Яо и так далее. Дело в том, что аналитические центры просчитывают все варианты, просчитывают продовольственную безопасность, ядерную безопасность, логистическую безопасность, экологическую безопасность и многое другое. Ну, то есть, работают целые отделы в этом направлении. То есть, понимаете, в чем дело? Просто, когда эта тема актуализируется политиками, получается, что все нагнетают. Ну, просто, ну, поговорили бы, политики начали бы говорить об экологической безопасности, я бы вам рассказал основы экологической безопасности. Ну, то есть, говорили бы, что я нагнетаю в экологии там, или где-то еще. Не, я не хотел бы никого пугать этим Тяо и так далее, просто я вам скажу, что есть сценарии, они рассматриваются очень давно, всегда всеми. Есть концепция глобальной ядерной войны, есть концепция локального ядерного конфликта, Есть концепция нескольких параллельно идущих локальных ограниченных, называется ограниченный ядерный конфликт. Или концепция нескольких ограниченных ядерных конфликтов. и так далее. То есть, это все рассматривается и просчитывается. Я вам объясню одну простую вещь. США отделены от всех океаном. Ну, так об этом говорил Трамп. Вы же помните, он даже активно заявил, что, мол, ребята, если будут какие-то напряги в Европе, то придется вам справляться самостоятельно. Нас, как бы, предохраняет этой проблематике океан. Они прямым текстом в глаза говорят. Нас интересует только геостратегия. То есть, нас интересует, чтобы по нам не летело стратегическое ядерное оружие. Точка. Все остальное нам по цимбалам. Хорошо. Тогда вопрос такой. Ну, не мы же с вами одни только такие грамотные. Ну, давайте так, вы, вы, давайте. Я все-таки журналист, я задаю вопросы. Но в любом случае, те модели, о которых вы говорите, они же обсуждаются, да? А что в Европе разве не делают из этого вывода? Наверное, все-таки делают. Значит, я так понимаю, что сейчас происходят процессы, которые раньше категорически не наблюдались, потому что очень разношерстно выступают и Макрон, и Камерон, и, соответственно, Шольц. А сейчас они начинают петь одну песню, да? То есть, они начинают понимать уровень угрозы, и, соответственно, для них Украина сейчас уходит на второй план, как таковая, а все же они занимаются своими вопросами. Это приведение обояготовленности ВПК, изыскывание денег, восстановление армии, то есть, речь идет о живой силе, координация, проводят определенные совещания и учения для того, чтобы это все действительно работало как один кулак. Более того, разродился в этом вопросе, в этом направлении Столтенберг, который, как бы, очень ярко высказывает свою позицию. Я уже не говорю об американцах, которые комментируют, там, Остин и все остальные комментируют ситуацию, которая происходит в Европе, они считают ее положительной. А где в этом треугольнике Украина? Вот это меня беспокоит. Она заложник? Она периферия, так называемая, в уравнении периферия империя. Империи не разговаривают с перифериями. Периферии общаются между собой с позволения империй, если они вассальны к ним по отношению к ним, империи разговаривают между собой, не более. Каждый в своем кругу. Ну, слушайте, да даже в обществе так. Королевские семьи с королевскими семьями, да, простолюдины с простолюдинами. Ну, то есть, это как бы ничего же нового за много тысяч лет не произошло, да. Скажите, пожалуйста, что Европейская башня не понимает, что Русская башня приближается к ним через территорию периферии. Понимают. Собирается ли Европейская башня воевать с Русской башней? Нет, не собирается. Но что они понимают, что в тот момент, когда приблизятся две башни, тогда начнутся геостратегические переговоры между ними. А новый баланс между ними установится только такой, который будет соответствовать их потенциалам. Поэтому, наблюдая за ростом военного потенциала России, другая башня, предсказывая приближение этой башни к ним, решает задачу повышения собственного потенциала до того уровня, что когда эта башня приблизится, чтобы они были приблизительно на одном уровне. Тут нужно решить двойственную задачу. Уменьшить потенциал приближающейся башни и увеличить свой. Уменьшение потенциала приближающейся башни решается за счет чего? Постила наждачки через периферию, по которой эта башня движется. Ну, это и есть ответ на тот вопрос, который сегодня открыт. Да, на самом деле грустная история, я говорю ту часть истории, которая касается Украины, но в этом контексте мы возвращаемся к Желенскому. Значит, его поведение вы считаете оправданным, да, то есть, если даже империи не разговаривают с перифериями, то есть, ну, такой ультимативный тон, потому что, почему я об этом спрашиваю? Я вот заметил, что активно люди, которые как бы интересуются политикой, считают, что это эффект Деннинга-Крюгера, да, то есть, люди, простите, не говорю там о первых лицах, там, бог с ними, да, но когда, например, заявляет Зеленский, что у него есть подозрение, что США и Россия были в сговоре перед нападением на Украину, меня это как-то, ну, как бы обезоруживает, я, честно говоря, не понимаю, за какие нервы пытается Зеленский зацепить, и кого конкретно. Понимаете, в чем дело? Зеленский совершил, на самом деле, только одну ошибку. Он начал затыкать рты альтернативному мнению. А ведь, если бы он этого не делал ранее, то не ему нужно было бы это говорить. Разве не это подозревал тот же я и те же вы, я помню. Блин, да я знаю, мы об этом говорили еще когда войны. да, да, да. Еще когда была Женева, помните, когда Байден, кто там, Трамп, кто там, Байден, встречался с Путиным? Еще ж тогда все было ясно. Да, и не говорили об этом. Если бы Зеленский сохранил альтернативные точки зрения в стране, ему бы, он бы смог так же играть красиво. Ему не пришлось бы самому это озвучивать. Но, знаете, если бы, да, 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 у него других вариантов нет. Он просто поднимает ставки, сливая их. Вопрос тут только один. До какого градуса без рисков, рисков, или не рискованного, он может это делать? И кто должен стоять за его спиной, чтобы он мог играть эту игру? Если кто-то думает, что Даннинг, Крюгер там, или там Зеленский в каком-то роспаче, или истерике, или так далее, это очень детские взглядные вещи. Очень детские. Может быть, вам хочется так? Но нет. Нет. Действия, я не знаю, кто ему просчитывает. Он сам, его окружение, советники какие-то внешние, может. Но, расчеты этих людей абсолютно, математически, грамотно. Я бы просчитывал ему точно так же. Так вот. Он абсолютно точно просчитывает грань, что можно сказать, что нет. И буквально на грани фола. Он абсолютно точно просчитывает действия, где и как, и когда. Вопрос в другом. По сути, он нарушает ключевое правило, ключевое правило, периферия, так это бы по-простому сказать. Не дрочит империю. Понимаете, в чем дело? Если периферия дрочит империю, причем успешно, математически точно, то все другие империи за этим наблюдают. И тогда случится тот же эффект, как все равно, что другие империи бегают вокруг медведя и орут, что у него смешная дубина. Понимаете? Поставив на растяжку. Ударишь дубиной, ты преступник, а не ударил дубиной, ты лузер. Выбирай. И точно так же и здесь. Понимаете? Я не знаю, кто, или там какая-то еще одна империя стоит за его спиной, или что-то еще. Но математика действия абсолютно точна и грамотна. Поэтому призываю всех отказаться от вот этих. Знаете, мне это напоминает, помните, в первое время войны у нас было такое распространенное мнение, что против нас воюют какие-то чмобики, значит, там армии нет и ничего не понятно. Вот. А потом, наконец-то, пришли к пониманию того, что не надо так говорить, и что никакие не чмобики. Вполне подготовленная, серьезная армия, с которой сражается Украина. Вот точно так же и здесь по отношению к собственному президенту или там власти, знаете, как, ну, я не буду говорить о власти в целом, потому что там действительно у многих, простите, депутатов, министров и так далее эффект Данинга-Крюгера, это факт. Ну да, это уже давно очевидно. Это факт. Но то, что действия Зеленского на международке математически точно, езуитски точно просчитаны, это однозначно. И он, не пребывает ни в какой истерике. Он пребывает в абсолютно грамотно рассчитанной им точке. Единственный риск, который в этом всем есть, для него, это риск внезапности какого-то действия империи, которая на каком-то этапе, ну, скажем так, психонет. Потому что, понимаете, в чем дело? Салливан, это все очень хорошо. Но Салливан, это всего лишь очень, башковитый, такой, очень башковитый дядька, который всю свою жизнь посвятил академической работе на семью этих, Клинтона. Вот, понимаете, не надо тут переоценивать ситуацию. И решение принимает совершенно не Салливан. Он может быть умный и башковитый, но решение принимает совершенно другие. И не обязательно, что об этом Трамп будет поставлен в известность. Ой, господи, Байден будет поставлен в известность. Понимаете? Это оговорка по фройбе, поэтому после, наверное, ноября 24-го года все может быть и так, кстати. Да, потому что игра, поймите, игра, она не заканчивается выборами, окончанием войны или чем-то еще. Игра, если ты в нее уже влез на таком уровне, игра продолжается до твоей смерти. То есть выйти из нее невозможно, где бы ты ни был. Ухел, тогда у меня вопросик. Скажите, значит, смотрите, мы с вами обсуждали, мы приблизительно такое, в общем-то, и моделировали. Я понимаю, что как бы там не выглядел, он и к вам прислушиваются, я не говорю там о моем канале, там у меня маленький канал, но в любом случае. Да, вы, в общем-то, звезда Ютуба, вы знаете об этом, да, вас действительно очень активно смотрят, и вы очень влиятельны и популярны. Но я о чем? Те мысли, которые вы излагаете, они доступны. Доступны даже тем, кто сейчас формулирует порядок дня для, я так понимаю, окружения Зеленского, самого Зеленского. Почему, когда об этом говорим мы, журналисты, или вы, аналитики, политики, да, для него, или для внутренней, будем говорить так, властности вот этой вертикали, враги народа, да, то есть люди, которые исповедуют и ПСО российское, которые там, значит, продвигают нарративы России, даже там два каких-то пассажира в Центре по противодействию дезинформации при СНБО набираются наглости, да, об этом активно заявляют и вешают ярлыки, а потом мы видим, что Зеленский иногда сам сделает заявления, которые раньше считались, или продолжают внутри становиться считаться российским и ПСО. Как мне, как человеку образованному, я думаю, подкованному во многих вопросах к этому относиться? Я думаю, философски. Философски. Я знаю таких людей, с которыми часто работал по, ну, был же политконсультантом в свое время. Когда ты излагаешь свою точку зрения, и она не совпадает с мнением, того, кому ты это говоришь, у него, если это властный, сильный человек, возникает естественно, это нормально, это естественно, реакция отторжения. Отторжения, да, это правда. отторжения, обиды, крик может быть. Но проходит время, и человек, поспав с этой идеей, он начинает ее воспринимать как свою, потому что она в нем перерождается в его идею, и это уже его идея. Тогда он приходит на совещание и начинает выдавать эту идею за свою, искренне, причем критикует того, кто ранее это предлагал, критикует за то, что тот это не предлагал. Ну, то есть это, ну, кто был вовлечен в эту сферу, знает. По большому счету, нужно к этому относиться философски, потому что лично я посчитал, так, на вскидку, ну, 90% всего, что я говорил, 90% было озвучено либо Зеленским, либо, ну, в то время еще Даниловым, либо депутатами, либо премьер-министром. 90%. Но, знаете как, всему есть свое время. Пусть, я думаю, что будут смотреть и эту передачу. Если я могу что-либо подарить, стоящее для страны и для президента, то я вам подарю то, что стоило бы прямо сейчас проводить совещание и делать. Время, отсчет обратный уже начался. Так вот, если ставка русских на 29 число, когда рухнут все три ноги, по их мнению, все три ноги государственности, без возможности их восстановления в конституционном поле, их целью является некое учреждение через некую конституанту, возможно, с источником Януковича, возможно, некого УССР, который бы стал, по их мнению, соучредителем, ну, или присоединился к союзному государству и таким образом создал у СССР 2.0. Есть один вариант, как это упредить и сделать по-своему. Дело в том, что роль Януковича, по большому счету, будет в такой, в любом случае, нужна будет конституанта. То есть, конституанта это что угодно. Это, у нас она уже была. У нас-то называлась конституционная ассамблея, если помните, было. Да, конечно. При Кравчуке была такая история. Да, да. У нас эти конституанты были. Это может быть собрание домовых комитетов, ну, то есть, как это, комиссаров народных, да, чего угодно. Конституантой может быть парламент. То есть, ну, нет форм, ну, то есть, любая форма может быть. Нет четкого определения. Конституанта должна иметь некий легальный источник и некую легальную форму. И эта конституанта нарабатывает новую конституцию, которую принимает референдум или парламент, или сама конституанта. То есть, пожалуйста, все пути открыты. Вопрос, естественно, далее в том, прописывать или в каком объеме прописывать правонаступничество. Сейчас, ради бога, извините. Но вы же знаете, что в военное время менять конституцию нельзя. Вы можете, нельзя, а принять новую можно. А где запрет на науне? Я просто не владею темой этой. Я вам больше скажу. Даже в невоенное время изменить конституцию так, чтобы она соответствовала уже хотя бы текущему раскладу, невозможно. Она очень жесткая. Есть разные типы конституции. Наша конституция железобетонная. Есть только один вариант, это принятие новой. Ну, знаете, как было, сколько там республик во Франции? Девять или сколько? Первая республика Франция, вторая, третья, четвертая. Речь посполита польская, это какая? Третья республика, по-моему, да? Че вторая, че третья. То есть, это ничего тут такого нет. Называется конституанта и принятие новой конституции как таковой. Что хотят русские, как я понимаю? Они хотят, чтобы Янукович послужил неким источником созыва этой конституанты, которая бы, по их мнению, принесла новое какое-то собрание, которое бы наработало или принесло новую конституцию, новые правила жизни, новый общественный договор. А что если упринить? А что если Зеленский выступит с указом или проектом закона? А такой закон, кстати, в прошлом созыве регистрировался одним из депутатов. То есть, уже у нас есть правовая история. Если бы Зеленский сейчас внес проект закона о конституанте, то есть, о переучреждении государства. Кстати, в том или ином виде у него это звучало в его предвыборной кампании и в его предвыборных обещаниях. Тогда можно было бы сделать очень хитрый ход коня. В таком случае конституанта становится надлегитимным, суперлегитимным или надлегитимным органом в стране. В состав конституанта по этому проекту закону можно было бы включить весь состав, 450 депутатов, а главой этой конституанта назначить действующего спикера или кого-либо еще. Таким образом, в случае наступления 29 августа вся власть, включая его, кабинет министров, депутатов, туда можно включить оппозиционные партии, представителей народа, военных, разных стран. Это может быть тысяча человек, две тысячи, три тысячи, неважно. И это конституанта становится суб или над легитимным органом. Принять решение конституционным судом о легальности и легитимности этой конституанты не составит труда, поскольку этого нет. Конституция и конституционный суд не сможет сказать нет. Да, он тоже не скажет, но нет, он не скажет. Таким образом, можно было бы перехватить все и переучредить государство и себя в нем и сохранить абсолютно чистую легальность и легитимность всей системы власти. Пойдет ли Зеленский на это? Не знаю. Но если я что-либо могу подарить стране и власти в этой ситуации, это сказать, что уравнение сейчас существует только одно решение. И это оно. Да. Честно говоря, это пища для раздумий не только нашим зрителям, но и тем, кто, в общем-то, интересуется ситуацией и делает выводы из того, что видит в Украине. Михаил, спасибо вам большое за ваши ответы на мои вопросы, за ваши мысли. Спасибо за то, что нашли время. Надеюсь, на благословность в будущем. Жму вашу руку и до встречи. Спасибо большое и вам, уважаемые зрители. Сегодня нашим гостям, гостям канала Диги Лайв был политик Михаил Чаплыга. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Через небольшой промежуток времени встретимся. С уважением. Виталий.